Если есть одна доктрина, которую дьявол в течение всех веков пытается подвергнуть сомнению, то это божественность Иисуса Христа. Он эту истину ненавидит как никакую другую. Именно за то иудеи Христа казнили, что Он утверждал свою божественность. С самого начала Его служения религиозники стали гнать Его и искали как бы убить именно за то, что Он делал Себя равным Богу. Однако, чем больше они бросали Ему вызов, тем больше Он утверждал свое сыновье отношение к Богу. Это особенно замечается в пятой главе Евангелия от Яна. Тут Христос приводит Своим противникам целый ряд свидетелей, подтверждающих истинность Его слов. Казалось бы, что Его слово было бы достаточным, ведь слова самого Бога окончательные, от Него кто может потребовать второго свидетеля? Да, что касается человека, то закон говорит, недостаточно одного свидетеля. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Христос, ссылаясь на этот, закон говорит Своим противникам. В законе вашем написано, что двух человек – свидетельство истины. Вы заметили, Он сказал двух человек. Бог не человек, чтобы от Него требовалось подтверждение свидетеля. Его слово «да» и «аминь» – оно окончательное. Кто скажет Творцу, что ты делаешь? В шестой главе посланник евреям сказано, «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». Поэтому Христос, являющемуся Сыном Божиим, не нужно было бы приводить никаких свидетелей, чтобы удостоверить истинность Своего слова. И тем не менее Он это делает. Почему? Потому что Он любит этих людей, людей, которые искали Его убить. Он желал их спасения. Поэтому Он спускается на их уровень помышления и говорит им, «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истина – то свидетельство, которым Он свидетельствует о мне». На первый взгляд, слова эти кажутся странными. Более того, противоречащими. Если Христос действительно Бог, то почему Он говорит, «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина». Да, Он действительно Бог. Но те, которые бросали Ему вызов, не верили этому. И поэтому Он им просто говорит, «Допустим, что вы правы, что я человек. Тогда действительно, если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не имеет никакой силы. Оно утверждается только при втором свидетеле. И я такого свидетеля имею. Он свидетельствует о мне. И я знаю, что истина – то свидетельство, которым Он свидетельствует о мне». Кто же этот свидетель? Некоторые говорят, что Христос имел в виду Иоанна Крестителя, потому что в следующем стихе Христос говорит о свидетельстве Иоанна Крестителя. Но это не так. Этот другой свидетель есть никто иной, как сам Бог, Его Отец. «Я знаю, – говорит Христос, – что истина – то свидетельство. Но они не приняли и свидетельство Его Отца». И как же свидетельствует о Нем Отец? Делами. Слушайте, как Он им говорит. «Ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, сами дела сии, Мною творимые, свидетельствует о Мне, что Отец послал Меня». Он только что исцелил больного. Тридцать восемь лет Он лежал парализованным, и через одно слово Христа Он моментально получил здоровье. Кто, кроме Бога, мог бы совершить такое чудо? Когда иудеи обвинили Его, что Он такие дела делает в день субботний, Он им ответил, «Отец Мой доныне делает, и Я делаю». Могло ли быть более веское свидетельство, что Он был послан Отцом, чем дела им творимые? Это было не что иное, как дело Божие. Помните, как слепорожденный, истеленный Христом, ответил тем же иудеям, когда те говорили, что не может быть, чтобы Христос был от Бога? Они говорили, «Мы знаем, что человек тот грешник». Это они говорили о Христе. А человек, прозревший, сказал им в ответ, «Это удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Если бы он не был от Бога, то не мог бы творить ничего». То же самое Христос говорит здесь в пятой главе. «Дела сиим мною творимые, свидетельствует о мне, что Отец послал меня». И какие печальные слова Христос должен был прибавить. А вы ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его не видели. Физическими глазами они видели Христа, и физическими ушами они слышали Его, но, увы, сердца их были окаменевшими. Они смотрели и не видели, слушали и не слышали. Ведь образ Отца был перед ними. Так же голос Его говорил им. Помните, когда Филипп сказал Иисусу, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Но Филипп не только видел в Иисусе образ Отче, но слышал и голос Его. Слушайте, что дальше ему Христос говорит. Это вы найдете в 14 главе Евангелия от Иоанна в 16 стихе. «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне, а если не так, то верьте Мне по самим делам». Да, дела Христовы свидетельствовали, кем Он был, точно так же, как дела человека свидетельствуют, кем Он является. Помните, пророк Исаий говорит, «Грехи наши свидетельствуют против нас». Но только Христос мог сказать, что Его дела свидетельствовали, что Он был послан от Бога. Да, такое веское доказательство было перед ними, и тем не менее они отказались их принять. И Христос должен был сказать этим людям, которые сами себя ослепили и делали себя глухими, «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Мог ли Христос привести более авторитетного свидетеля, чем Отца Своего Небесного? Конечно, нет. Но так как они не приняли Его свидетельства и отвергли свидетельства Его Отца, Христос, тем не менее, приводит еще свидетельство человека. Отвергать Его свидетельства они не могли, потому что сами признавали, что Он пророк. А все, что Он сказал об Иисусе, было истинно. И кто это был, который так говорил о Христе? Иоанн Креститель. И вот Христос им говорит, «Если вы не желаете принять Мое свидетельство, свидетельство Моего Отца, тогда вспомните, что сказал о Мне Иоанн Креститель. Я от человека не принимаю свидетельства, то есть мне не нужно человеческое подтверждение, но говорю это для того, чтобы вы спаслись». Дорогие друзья, не слышите ли вы здесь безграничную любовь нашего Господа в этом маленьком слове «но»? Какое снисхождение! Он использует последнее средство, чтобы помочь людям, которые уже решили свою судьбу. Это над ними Он плакал, говоря, «О, если бы и ты, хотя в сей день твой, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Это плач милующего Бога над людьми, упорствующим и отказывающимся принять Его любовь. Какие печальные слова должен Он им сказать? Я звал, и вы не послушались. Простирал руку мою, и не было внимающего. Кто звал? Кто простирал руку спасения? Бог! Бог! Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а народ мой не знает меня, народ мой не разумеет. Это говорит Господь. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня». Это голос любящего Бога. «Нет, мне человеческого свидетельства не нужно», говорит Христос, «но ради вас, ради вашего спасения, так как вы отказываетесь от моего свидетельства и свидетельства моего отца. Вспомните хотя то, что сказал Иоанн Креститель обо мне. Вы сами посылали к Иоанну, и что он сказал вам? Все, что он говорил о мне, было истинно. Внемлите хотя бы тому, что он сказал. Он был светильник горящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. И вспомните, что говорил он. Что же сказал Иоанн об Иисусе? То же самое, что говорил сам Иисус. Иоанн был предтечей Иисуса. И, представляя его, Иоанн говорит, «Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Иоанн говорил об Иисусе. То же, что Иисус говорил, что прежде, нежели был Авраам, я есим. По плоти Иисус был на полгода младше Иоанна Крестителя. И тем не менее, Иоанн говорит, «Он был прежде меня». Так возможно сказать только о Боге. Но слушайте, как дальше свидетельствует Иоанн об Иисусе. «Я видел духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем». Я не знал его, но, пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий духом святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Обратите внимание на то, что говорит Иоанн об Иисусе. Один из верных знаков, по которым он узнает Мессию, Сына Божьего, это по пребыванию на нем Духа Святого. Не было и не могло быть такого случая во всем Ветхом Завете, чтобы Дух Святой пребывал, то есть постоянно, неотступно на человеке. Да, Дух Святой посещал людей, пребывал с ними, снисходил на них в отдельных случаях, облекал их силой для какого-нибудь особого служения. Но всегда такие посещения его были временными. Он ни на одном из них не пребывал. Почему он не мог? Он Дух Святой, подобно голубю Ноевому, который не нашел места ногам своим до тех пор, пока не иссякла вода. Так Дух Святой не нашел места покоя здесь на земле до тех пор, пока не явился на землю беспорочный, безгрешный Сын Божий. Дух Святой не может поселиться там, где грех. Точно так же, как голубь из Ноева ковчега не мог найти покоя, пока воды Божьего суда не иссякли. Иисус Христос был единственный из рода человеческого, в котором не было ни малейшего порока. Потому на нем нашел покой Дух Святой. А чтобы быть этим непорочным, безгрешным человеком, он должен был в то же время быть и Сыном Божиим. Увидев Духа Святого, сходящего и пребывающего на Иисусе, Иоанн засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Итак, Иоанново свидетельство об Иисусе было то же, что и свидетельство Иисуса о самом себе. Но Иоанн еще больше сказал об Иисусе Христе. Приходящий свыше и есть выше всех, ибо Тот, Которого послал Бог, говорит Слова Божие, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руки Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это сказал Иоанн о нем, о Иисусе Христе. Все то, что Иоанн сказал о Христе, было истинной, и потому согласовалось со всем тем, что свидетельствовал сам Христос. И тем не менее, говорит он, я не зависим от Иоанна. Мне не нужно Его свидетельство для подтверждения моих слов, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Господь хотел удалить все препятствия их спасению. Он хотел, чтобы они уверовали. Он хотел, чтобы им было ясно, что иного спасения для них не было и невозможно было. Да, истина остается истиной. Одобряет ли ее человек или нет? Человеческое отношение не может изменить ее. Ян был чудным человеком, преданным свидетелем Христовым, светильником, горящим и светящим. Но он не был самим светом. Светом является Иисус Христос. Он один свет мира. Иоанн же был только светильником. Вы хотели малое время порадоваться при свете Его, говорит им Иисус Христос. Да, в начале, когда явился Иоанн, они с энтузиазмом приняли Его, с большим удовольствием ходили слушать Его. К нему вышли в пустыню весь Иерусалим и вся Иудея. Настолько популярен был Иоанн, когда он стал проповедовать. Они даже крестились от него в Иордане, исповедовав грехи свои. Но, увы, в них не было искренности. Их покаяние было частичным. Энтузиазм их был кратковременным. Подлинного покаяния у них не оказалось. Их беда была в том, что они рассчитывали на какую-то особую привилегированность. И потому отличали себя от других грешников. И когда они приходили креститься от Иоанна, то он должен был им сказать, «Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам! Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Чего не хватало у этих людей? Почему они не хотели принять все эти свидетельства об Иисусе Христе? Они не хотели прийти к Нему, к Иисусу Христу, чтобы получить жизнь. Да, они тщательно исследовали Писание, думая через них иметь жизнь. Но и там они ее не нашли. Почему? Потому что они обошли Христа. А все Писание свидетельствует о Нем. Они хотели иметь спасение, жизнь и Божие благословение, но на своих условиях. Однако Бог человека так никогда не примет. Есть один, единственный доступ к Богу. Это через Сына Его, Иисуса Христа. «Я есть им дверь», – говорит Христос. «Кто войдет в Мною, тот спасется». Это единственное условие для спасения. Поэтому скажите, как избежать погибель, если человек пренебрегает единственным данным ему способом спасения? Ответ на этот вопрос один. Он ее не избежит. «Неверующий в Сына уже осужден», – говорит Слово Божие. «Но сегодня Христос еще зовет. Он тебе, мой друг, говорит, если ты еще не спасен, приходящего ко мне не изгоню вон. Приди, и ты будешь одним из тех, который должен будет засвидетельствовать, что да, я спасен. И спас меня один Христос. Приди, пока не поздно, да поможет тебе сам Дух Божий». Продолжение следует...